Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. Сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 5 стих и 2 книга царей, 24 глава, с 9 по 14 стих, мы зададимся вопросом, разрешено ли верующим участвовать в переписи населения. В чем проблема? Итак, мы сначала прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 5 стих. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирию. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариейю, обрученную ему женою, которая была беременна». Ну, здесь мы видим, что перепись была по всей земле, имеется в виду по всей той земле, потому что когда Римская империя присоединяла к себе какие-то территории, там они объявляли перепись. Мы об этом говорили уже с вами. «И каждый на перепись должен был идти в тот город, откуда происходили его предки, откуда он сам происходил». А так как Иосиф и Мария происходили из дома царя Давида, то они отправляются в Вифлеем, в этот город, его еврейское название Бетлехэм, чтобы там участвовать в переписи. Я напомню, что Бетлехэм означает «дом хлеба», а Христос говорит о себе, что он есть хлеб, сошедший с небес. И здесь как бы игра слов, хлеб, сошедший с небес, рождается в доме хлеба, в Вифлееме, в Вифлееме. И отцы знали об этой игре слов, и они говорили, что в Вифлееме родился колос, который евхаристически напитал всю Эйкумену, то есть всю Вселенную. В чем проблема? Проблема заключается в том, что когда была перепись в «Одни царя Давида», то это оказалось преступлением против веры в Бога. И было серьезное наказание Давиду и его людям за то, что они организовали перепись населения среди народа к Божию. Об этом рассказывается в второй книге «Царств», 24 глава, с 9 по 14 стих. И мы сейчас внимательно прочитаем этот отрывок и попытаемся понять, в чем же тогда истина. «И подал Иоав список народной переписи царю, то есть царю Давиду, по имени Господи, царя Давида и всю кротость его. И оказалось, что израилетян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне». Ну, способные к войне – это значит от 20 лет и до 50 где-то. «А Иудиян – 500 тысяч». И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. «И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к гаду, пророку, прозорливцу Давида». То есть он был личный прозорливец царя Давида. «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел гад к Давиду и возвестил ему, и сказал ему, «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, чтобы не отвечать пославшему меня». «И сказал Давид гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы ни в руки человеческие, ни впасть бы мне». Значит, в одном случае мы видим святое семейство во главе с Иосифом и Марией, участвуют в переписи населения. А здесь Давид организовал перепись народа Божия, и такой гнев Божий, и он должен был сам выбирать наказание для себя. В чем проблема? Проблема заключается в том, что когда язычники объявляют перепись населения, язычники могут надеяться только на плоть, только на количество воинов. А в понимании верующих религиозных людей не в силе Бог, а в правде. Поэтому верующий, он должен полагаться на Бога превыше всего. И часто случалось, что малым числом люди одерживали победу над огромным числом противников, потому что Господь так судил им. И когда Давид объявил перепись населения, он, который должен был возлагать надежды только на Бога, он понадеялся на количество людей. И в этом был его грех, в этом его преступление, в этом его ошибка. А когда это делают светские правители, ничего страшного в этом и нет. Тем более, что святые отцы говорят, что Бог побудил императора Августа объявить эту все-таки локальную перепись для того, чтобы святое семейство оказалось в Вифлееме. Потому что по пророчеству Христос и должен был родиться в Вифлееме. Хотя эта семья тогда жила в Назарете. Давайте посмотрим, что пишет блаженный Феофилакт. Перепись происходит для того, чтобы, когда всякий пойдет в свое отечество, и Дева пришла в Вифлеем, в свое отечество. И таким образом Господь родился бы в Вифлееме. И исполнилось пророчество, когда единый Бог, имея прекратить многобожие, прилично было и державствовать одному царю – Кесарю. Вот о чем здесь пишет Феофилакт. О том, что Господь хочет установить единобожие на нашей планете. И начало этому должно быть царское единоправление. А вот таким правителем в Риме был Август. И во дни августа, кстати, прекратились войны. И отцы говорили даже так. Источник мира Христос, он рождается тогда, когда единый правитель устанавливает мир по всей своей территории. Далее Феофилакт пишет. «Вместе со всеми записывается и Христос». Рожденных тоже потом пришлось записывать. Господу и следовало записаться со Вселенной, чтобы осветить записывающихся и упразднить рабство, то есть человеческое. Ибо как претерпев обрезание, он упразднил обрезание, так записавшись как раб, упразднил рабство нашей природы. А что значит записавшись как раб? Немножко непонятно. И Павел пишет о Христе, что он принял образ раба. Так как римляне были оккупантами над Божьим народом, то все они находились под римским игом – владычество язычников. Это были времена язычников. И далее Феофилакт пишет. «Ибо работающие Господу уже не суть рабы людей, как говорит апостол, не делайтесь рабами человеков. Но если по телу и рабы, то по духу свободны, не увлекаясь нечестием своих господ». Конец цитаты. Здесь мы видим несколько дополнительных объяснений, почему так важно было, чтобы не только Иосиф и Мария записались, но чтобы и сам Христос записался. Он был обрезан, чтобы упразднить обрезание и даровать нам таинство крещения. Он как бы был записан, как находящийся под властью Рима, чтобы не испровергнуть всех идолов Рима и даровать Единобожие всей Айкумени, всей Вселенной. Итак, сегодня мы разобрали еще один интересный вопрос. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя!